Микрофон Собственно говоря, сегодня у нас достаточно крупная команда собралась в плане количества людей, потому что чаще всего здесь не больше двух человек презентуют книги. Но тем не менее, сегодняшняя книга будет презентована четырьмя прекрасными людьми, которые находятся перед вами. Я думаю, что в представлении они особо не нуждаются, тем не менее я их вам, собственно говоря, представлю. Авторы книги, которая называется «Святые девяностые», слово «святые» вылетело из головы, «Святые» в кавычках, да. Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории. Поаплодируйте им, пожалуйста. Человек, который, собственно, является, если можно так сказать, вдохновителем этой самой книги. А он, кстати, где, Алексей? А, вот он, да, здесь тоже находится. Алексей Трофимов, канал «Штопор», программа «Трепанация». Историк Егор Яковлев. Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Павлуш. Вот, собственно говоря, те пять человек, которые эту книгу и создали. Давайте тогда мы начнем, собственно говоря, об этой книге говорить. Кто из вас будет первым? Да, пожалуйста. Я хочу зачитать данные из газеты о том, что нам принесли в 90-е годы. По сравнению с 1990-м годом, на 93,9% упало производство металлорежущих станков. На данные все в сравнении с 2018-м годом. Тракторов теперь делают всего 3,4% от советских времен. Экскаваторов 6,3%, бульдозеров 4,3% в РФ по сравнению с РСФСР. Кузнечно-прессовых машин 9,1% от того, что выпускали в 90-м году. Грузовиков всего 24,4%, много. Троллейбусов 11,2%, мотоциклов 1,7%. Шерстяных тканей РФ выпускает лишь 2,3% от РСФСР. Хлопчатой бумажных 20%, льняные ткани 3,8%, кожаная обувь 10,3%, трикотажа 13,8%. За 1991-2017 годы в стране убито 78 тысяч заводов и фабрик, при том, что в Великую Отечественную войну мы потеряли 32 тысячи заводов и фабрик. То есть можно сказать, что мы еще не осознали, что произошло. Вполне. И что эта война уже не только с народом, но это война вообще с Россией, с государством, с обществом. Поэтому мы должны эти все вещи обдумать. Обдумать то, что с нами произошло и что нужно делать. Вот те люди, которые здесь собрались и объединились вокруг Дмитрия Юрьевича Пучкова, который устрашает нас названием «Гоблин». Как только мы не туда пойдем. Но я хочу сказать, что нам повезло в том плане, что собираются те люди, которые не хотят в это тяжелое время молча смотреть на то, что происходит со страной, которые обдумывают, что происходит, и которые вырабатывают, что можно и нужно сделать для того, чтобы возродить то, что порушено, то, что постарались погубить. Те граждане, которые нам обещали демократизм, свободу слова, благосостояние, и чего только не говорили, и всякие сказки. И сейчас мы раскрываем один за другим обманы. Причем гигантские обманы, которые произошли. Ну, а вот если говорить коротко, поскольку это вступительное слово, значит, в 20 веке наша страна имела очень бурные события. Можно сказать, что первые 50 лет она поднималась только вверх и вверх. Произошла революция в 1917 году, а до этого еще произошла буржуазная революция. Тут сразу, так сказать, быстро две формации перешагнула Россия. После этого переходный период к коммунизму, дальше с 1936 года первая фаза коммунизма, победа в Великой Отечественной войне, восстановление народного хозяйства. И все время шло повышение жизненного уровня, повышение зарплаты, снижение цен, сокращение рабочего времени, увеличение свободного, рост образования, культуры, медицины. И что произошло? Сначала, после смерти товарища Сталина, застрелили Берию, как того человека, который вряд ли, так сказать, повернул в противоположную сторону и начал подлечить, как начал подлечить Хрущев. Хрущев приготовил 20-й съезд так, что прослушали доклад, и, в общем, никто не встал и не сказал. Ну, как так? Вот речь-то идет не о личности Сталина, а дело в том, что Сталин, который, как говорится, с чем пришел, с той военной курткой полувоенной, с тем и ушел из жизни. Но с ним связана и подготовка революции, и создание первого в стране коллективного договора на бакинских промыслах, и борьба за создание газеты «Правда». Он был человеком, который участвовал в ее работе. И это военно-революционный центр по подготовке собраний. Это доклад на 6-м съезде о подготовке вооруженного восстания, затем организация самого восстания, и, по существу, все остальное, и гражданская война, и победа в ней, и восстановление народного хозяйства после гражданской войны. Были планы у Ленина, когда говорили, ленинский план построения социалиста. А кто его реализовывал? Его реализовывали, конечно, рабочий класс, прежде всего, трудящийся во главе с партией, а партия возглавлялась товарищем Сталином. И вот, с ним поэтому связана индустриализация, коллективизация, победа в Великой Отечественной войне, и нам пытаются сегодня рассказывать, как народ боролся, а Сталин стоял, мешал этому народу победить. Ну, такие глупости говорят, которые просто стыдно даже слушать за тех людей, которые это говорят. Наконец, восстановление народного хозяйства. Человек отдал свою жизнь, и тут его негодяи, подонки, подлецы, предатели, ревизионисты оклеветали. И, так сказать, бросили, так сказать, и партию, и страну в шок. Причем, разослали, так сказать, везде по всем другим странам этот свой клеветнический доклад. А что касается коммунистов, ну, их так вот им зачитали, даже в руки не дали. Что это такое, это обвинение? Я, например, прочитал только в известиях ЦК КПСС, которые совсем недавно были изданы, этот доклад, который был сделан. А дальше пошло все наоборот. Если Сталин создавал машино-тракторные станции, Хрущев их распустил. Если Сталин создавал министерство централизованное, Хрущев их убил и создал опять самнархозы. Дескать, как у Ленина. Так у Ленина было, потому что не было еще социализма. Ну, а вы что сделали? Взяли и разрушили всю систему централизованного управления научно-техническим прогрессом и промышленностью, и сельским хозяйством, и всеми отраслями. Дальше реформа, которая пошла уже за, так сказать, вот этими действиями Хрущева 1965 года. Вместо того, чтобы снижать себестоимость и обеспечивать удовлетворение потребностей, обеспечивать полное благосостояние и свободное всестороннее развитие, она уже теперь в соответствии с программой, осуществлялась, которая была проглашена на 22 съезде в 1961 году. Вместо цели обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, все более полное удовлетворение потребностей. Если у вас потребность водку пить, пейте, все более полно. Курить, курите, гашиш, потребляйте и так далее. Выбросили, это было и в первой программе, и во второй программе. И самое главное выбросили, что есть в марксизме, это учение о диктатуре полетриата. Диктатура полетриата, дескать, прекратилась. Ну а мы немножко вот тут собрались грамотные люди и знаем. И никак это не можем забыть, что в свое время Ленин говорил, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Можно только к этому добавить, что если это предатель своей страны, своей партии, своего народа, то это, конечно, еще вот третья категория. Это подонки и предатели. Потому что сейчас вот можно набрать и найти выступление Ельцина в американском конгрессе. Мы покончили с хомоистическим идолом. И что они после этого творили? Они отобрали в течение 92-го года у нас все фабрики и заводы. И в течение 92-го года в первую половину повысили в 25 раз цены. То есть отобрали все деньги, все сбережения, какие были у народа вообще. И мы остались нищие все. И каждый, так сказать, трудящийся человек, если он не жулик, не проходимец, который, так сказать, решил грабить и эксплуатировать других людей, он теперь живет в проголосе. И положение его все хуже и хуже и хуже. И хуже дело в образовании, в культуре, в науке. Это вы все уже знаете. И все мы это уже знаем и видим. Но по-прежнему остается неизвестным другое, что если КПСС была предана своими руководителями и по существу уничтожена, уж сначала Горбачевым, потом Ельцином, то в это же время, когда уничтожили, в том же году, в 91-м, образовалась Российская Коммунистическая Рабочая Партия, потом Рабочая Партия России. Кстати, зарегистрирована была Российская Коммунистическая Рабочая Партия в ноябре 91-го года. Поэтому пусть не рассказывают сказки, что коммунисты попрятались, но кто был коммунистом, тот никуда не попрятался. Тот, как говорится, и действовал. Образовался Объединенный фронт трудящихся России. И от Объединенного фронта трудящихся России кандидатом в президенты был выданут Макашов. Макашов, как известно, был начальник Приволжско-Уральского округа, и он в открытую говорил, что Горбачев предатель и изменник. То есть он, так сказать, не скрывал. Я у него был доверенным лицом, а кандидатом в вице-президенты был профессор Сергеев из Института экономики и Академии наук СССР. Затем появилось движение коммунистической инициативы, и здесь у нас в Ленинграде, в Доме политпросвещения, проходили съезды, и в Москве был один съезд, и мы собирали все коммунистические силы, какие были. Затем образовалась Компартия Российской Федерации, мы выкинули там из программы все то, что было испачканно ревизионизмом, и Коммунистическая партия Российской Федерации стала неугодна. Тогда решили, что с такой коммунистической партией РСВСР нельзя прийти к капитализму, ее закрыл Ельцин. Он ее закрыл, но нельзя закрыть вообще коммунистическое движение. Наши товарищи в войну создавали подпольный обком. А здесь мы открыто действовали, между прочим, в это же самое время. Поэтому, скажем, рабочая партия России существует с 93-го года, и имеет пять сайтов, три газеты, и его поддерживают другие товарищи, которые и понимают, и видят, что безусловно, без политической партии, без того, чтобы мы не готовили рабочий класс к тому, чтобы он снова взял власть, он эту власть осуществлять не может. И дело не в том, что он должен ее захватить. Нет, дело-то не в этом. Дело в том, что рабочий класс должен, надо подготовить к тому, чтобы он эту власть осуществлял. А иначе будет то же самое. Лица поменяются, а содержание останется прежним. Вот об этом книга, и она заставляет и нас подумать, авторов, и подумать тех, кто ее будет читать над этими проблемами, и подумать на тему о том, что делать. На этом я свое вступление закончу. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас больше никто, да, не хочет пока ничего сказать? Да, я думаю, что мы перейдем непосредственно к вопросам. Спасибо за вашу работу. Вопрос к Дмитрию Пучкову и к Егору Николаевичу. Вы сделали ролик по поводу недавнего выступления Дмитрия Быкова. Мне кажется, что Дмитрий Быков выступил гораздо хуже, чем вы политкорректно рассказали об этом в своем ролике. Вот у меня вопрос к вам. Почему вы не сказали, что Быков предатель и сволочь, и нельзя делать такие заявления? Он оскорбил всех, кто сейчас, кто составляет народ-победитель. Вот потом он еще оправдывался на эхо Москвы очень непристойно. Вот вопрос к вам, почему вы не поставили это на вид, и почему вообще наше общество не отреагировало, когда Киркоров что-то не поделился с розовой кофточкой. Он на несколько лет исчез с центральных каналов. Телеканал «Дождь» тоже сразу после первого голосования по поводу Петербурга, по поводу сдачи Санкт-Петербурга, сразу исчез с экранов телевизоров. Почему Быков остался? Почему вы не помогли этому, его исчезновению? Мы не смогли свергнуть Быкова. Роли у нас четко распределены. Предателями и сволочами называю всех «я». Когда я говорю что-то один, Егор Николаевич, он несколько другой лексикой пользуется и подходит совершенно по-другому. Я считаю, что совершенно правильно. Сказанное-то что? Оно не по делу? Абсолютно по делу. Если мы не оказываем такого влияния на СМИ, как вам может показаться. То есть то, что кто-то там не пускает Киркорова, это одно. А они друзья с Быковым, и пускать его будут всегда и везде. Но на тупичок мы можем его не пускать. Спасибо. Да, смотрите, я отвечу на ваш вопрос со своей стороны. Во-первых, мы это сказали. Просто, может быть, не теми словами, которыми хотели бы вы это услышать. Но, тем не менее, это было сказано. Смысл-то тот же самый. Это первое. А второе. Такие ролики, они записываются не для того, чтобы сказать, что тот или иной сволочь и предатель. Потому что, ну, это по отношению ко многим личностям понятно по умолчанию. Важно другое. Важно опровергнуть на подлинно научной основе те фейковые вещи, которые они вбрасывают в информационное пространство. Чтобы люди, которые стремятся разобраться в происходившем тогда, да, во время Великой Отечественной войны, во время революции, во время 30-х годов, чтобы они получали подлинно научную информацию, чтобы они получали выверенную фактуру и, в первую очередь, для себя понимали, почему вот эти люди не правы. Чтобы они понимали, что эти люди не правы. Вот в чем основной смысл наших роликов, наших реакций на высказывания Быкова или, скажем, Гозмана. Вот мы показываем, в чем разница и как это было на самом деле с точки зрения современного видения историографии. Спасибо. Егор, я хотел бы вас поблагодарить за вашу политкорректность. Всегда с удовольствием смотрю, как вы говорите и как вы сдержанно и очень корректно работаете с оппонентами. Но здесь, по моему мнению, другой случай. Спасибо. Вы можете высказаться в интернете, вас все услышат. В той форме, в какой вам будет угодно. Еще, пожалуйста, вопросы. Да, можно. Давайте вот... Вы хотели, да, вопрос? Давайте тогда вот мужчине за вами, потом вам дадим слово. Вопрос, здравствуйте, добрый вечер. Вопрос к Егору Якулеву. Вот выступает, например, историк Алексей Исаев, приводит архивные документы, цифры и тому подобное, и приходит к однозначному выводу о начале 41-го года и причинах поражения. Потом выступает историк Марк Солодин, приводит, опять же, цифры и исторические справки, факты, архивные документы, и приходит к совершенно противоположному выводу о причинах поражения 41-го года. Так вот, история – это вообще наука или это игрушка в руках правящего класса, а историки – это просто люди, которые озвучивают свое субъективное мнение и уступают на той или иной позиции исключительно, кто им платит зарплату и какое мировоззрение они исповедуют. Спасибо за вопрос. История, безусловно, это наука, конечно же, но как любая гуманитарная наука, она имеет популярно пропагандистское измерение, и определенная категория людей использует эту сферу именно для того, чтобы зарабатывать и обслуживать определенные политические силы. Поскольку история в значительной степени формирует наше сознание и наши политические пристрастия, то каждая политическая сила и каждая политическая партия в любой стране мира заинтересована в своей версии истории. И она как раз и пытается использовать эту сферу не как науку, а именно как пропаганду. Поэтому самые популярные книги, которые продаются у нас по теме истории, они написаны, как правило, не историками. Они написаны публицистами, которые попытаются сформировать картину исторического видения у аудитории и действуют, конечно, в интересах политических определенных сил. Вот эти многочисленные издания про заговор Англии, которая якобы осуществила февральскую и затем еще и октябрьскую революцию. Естественно, это попытка сформировать определенное мировоззрение у аудитории. Ни один академический ученый никогда не будет защищать версию о том, что октябрьская революция была спровоцирована англичанами или американцами, вот как Аркадий Мамонтов нам показывает по каналу «Россия». Это лютейший просто бред, который никакой научной критики не выдерживает. Но, тем не менее, это на большую аудиторию транслируются эти идеи с фальшивыми документами, которые давно уже опровергнуты. Елена Чевчевадзе тоже снимает такие фильмы, вытаскивая фальшивые документы Сиссона и цитируя их по десятому разу, хотя они уже были опровергнуты раз 15, наверное, в фундаментальных работах и русских, и американских, и европейских историков. Поэтому надо различать историю как науку и попытки ее пропагандистского использования. Сделать это непросто, но нужно либо кому-то доверять, например, нам, либо пытаться приобретать квалификацию и пытаться разбираться самостоятельно. Что касается сравнения Алексея Валерьевича Исаева с Марком Салонин, ну я, во-первых, бы сказал, что Марк Салонин все-таки не историк. Алексей Валерьевич все-таки это академический специалист, он защитил кандидатскую диссертацию блестящую, и, в общем, уровень его работы, он действительно очень высок, именно в первую очередь из-за использования архивных документов. У Марка Салонина с этим значительно хуже, а самое главное, что тематика их работы – это такая своего рода высшая математика истории, где им очень легко запутать, неосведомленную аудиторию, да, обилием цифр, ссылками на документы и так далее. Ну я вот, например, в своей книге «Война на уничтожение» разбирался с утверждениями Марка Салонина о том, что нацисты не имели планов уничтожения советского населения, только евреев хотели уничтожать, советское население уничтожать не хотели и вообще относились к нему чрезвычайно, вот, хорошо вообще, там некоторые эксцессы были, но вообще относились хорошо. И какие доказательства он приводит в своей работе «Мозгоимение»? Приводит он памятку немецкого солдата, которая распространялась в группе армии «Юг», и там действительно перечислено 10 правил, вот, как немецкие солдаты должны себя вести, и такие лапочки они, значит, и должны уважительно относиться к местному населению, и не оскорблять женщин, и не воровать, и разговаривать исключительно вежливо и так далее. Все хорошо, и документ этот действительно подлинный. Вот, но есть один момент, когда этот документ появился. Этот документ появился только в 1943 году, после, как вы знаете, катастрофического поражения вермахта в Сталинградской битве. Вот именно тогда немцы и задумались о том, что надо как-то с местным населением искать общий язык, стали выпускать такие памятки. Но было уже поздно, потому что, во-первых, население уже приобрело опыт общения с цивилизаторами из числа нацистов, а во-вторых, эти памятки, конечно, не шли ни в какое сравнение с реальными приказами, которые продолжали отдаваться и в СС, и, в общем, в вермахте по борьбе с партизанами. Холокост также продолжался, поэтому ничего принципиально такие вот памятки изменить не могли. И вакханалия, которая разворачивалась на оккупированных территориях, она, естественно, продолжалась. Поэтому, с моей точки, вот это то, в чем я просто разбираюсь, в чем я могу оценить качество работы Марка Солодина. Я думаю, что если бы мы здесь, здесь присутствовал Алексей Валерьевич, я думаю, он бы что-то сказал и объяснил, почему его выводы отличаются от выводов вот этого автора. И я думаю, что это было бы убедительно. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вопросы к Михаилу Васильевичу про святые 90-е. Вернее, полтора вопросика. Меня интересуют события 1993 года, путь, восстание против Ельцина, или как это назвать, я не знаю еще. Вопрос в том, могло ли это восстание со стороны восставших, если бы они, но с точки зрения диалектики и с точки зрения коммуниста, могло ли оно привести к некой военной диктатуре, фашизму, гражданской войне, и был ли со стороны Ельцина подавление Верховного Совета фашистским актом. И вообще, можно ли это считать неким началом задавленной революции, и вот хвостиком идет вопрос о революции вообще, естественно она или не естественно, и следует ли вообще барахтаться и производить какие-то восстания, чтобы приблизить революцию, или, как говорится, государство все само сделает, и не нужно, просто нужно ждать, когда она наступит. Спасибо. Я думаю, надо правильно поставить вопрос. Речь идет о Верховном Совете. Верховный Совет принимает законы, президент принимает указы. Что выше, законы федеральные или указы? Указы это четвертого уровня. Сначала идет Конституция, после Конституции идут конституционные законы, потом идут обычные федеральные законы, а потом указы президента. Поэтому президент, в данном случае Ельцин, не имел никакого права разгонять парламент. Поэтому речь шла о том, что вот имелся орган, какой, буржуазный уже к тому времени, все приводительные законы были приняты. Но этого было мало. Вот как раз было мало Ельцину и в его команде, поскольку они хотели насаждать фашизм в России. Они его насадили. Для того, чтобы насаждать фашизм в России, у нас базы не было основы. Поэтому основа – это американский финансовый капитал. И они действовали в интересах американского финансового капитала. До сих пор еще в основном так понакатано и идет кое-что. И очень много из того, что делается в интересах не России, а иностранного финансового капитала. Ну скажите, пожалуйста, где такая ставка ключевая? 7,75. Чтобы никто не мог взять, потому что коммерческие банки добавляют еще 7,14,75. А в промышленности норма прибыли самая большая – 10%. Душат нашу экономику до сих пор. И подчиняется у нас руководитель Центробанка. Похоже, что ни одному российскому органу не подчиняется, а подчиняется иностранным государствам. Поэтому вот фашизм был. Фашизм был тогда, когда Ельцин перешел к чему? Плюнул на законы, плюнул, между прочим, на решение Конституционного Суда. Тогда был Зорькин, нынешний председатель Конституционного Суда, тоже председателем Конституционного Суда. Он же сказал, что и написал, что это антиконституционные его указы. И что? А тогда он подогнал танки и стал стрелять по высшему органу демократического. Демократы пришли к власти. Демократы. И они расстреляли Верховный Совет. А потом уже, это вот мы в книжке подробно рассказываем, сделали вид, что якобы принималась Конституция. Никакого принятия Конституции не было. Ни один человек не голосовал ни за один проект Конституции. Объявили. Признаете вы Конституцию Российской Федерации? А если не признаете, будем из танков бить уже по вам. Ну что? Да, голосуем, да. Хорошо. Все. Поэтому был фашизм. И здесь речь идет не о восстании. Никакого восстания не было. Пришли люди защищать демократию. Демократию. Это, там ничего социалистического не было в деятельности этого самого Верховного Совета. Люди защищали буржуазную демократию. И их раздавили. Тысячи человек, так сказать, размазали по стенам. И, между прочим, сговор был такого рода, что, я сказать, мы вас, мы не выясняем, как это Ельцин сделал, и кого надо судить. И никого не трогаем, и никого не судим. А вообще-то это дело тянет на большой процесс. Надо убийцамить тех, кто защищал высший демократический орган буржуазной России. Вот так стоит вопрос. А второй вопрос про революцию был. Тут поэтому никакой революции не могло. Вот у нас уже была буржуазная страна, и защищали буржуазный парламент. Никакой революции тут не было, не предполагалось, и о ней нельзя говорить. А контрреволюция была. Контрреволюция у нас вообще наступила в 1961 году, когда правящая партия объявила, что она выкидывает диктатуру пролетариата. А если она выкидывает диктатуру пролетариата, с этого момента все, кто выступает против диктатуры пролетариата, могут действовать свободно, а все, кто ее защищают, оппозиционеры. С какого момента? Вот с 1961 года. И уже, это разве первый расстрел у Ельцина? Первый расстрел Хрущев сделал в 1962 году, когда расстреляли в Новочеркасске рабочих. Может государство диктатуру пролетариата расстреливать рабочих? Нет. Значит, это только фактическое подтверждение того, что состоялся переходы диктатуры буржуазии, а она быстро начала демонтировать все, что могло. И до сих пор еще некоторые люди не поняли, что произошло, и куда мы пришли, и кто нами правит. А уже пора разобраться. Спасибо. Я извиняюсь, я там еще задавал немножко хвостик, вопросик, могла ли, ну, если мы так представим, если бы ДКБ, если бы победил Верховный Совет, по примеру недалекого нашего государства, где Верховный Совет захватил власть не так давно, 5 лет назад, могла ли разгореться гражданская война, если бы сверглись Ленин и Ельцина, и мог ли быть военная диктатура установлена, фашизм, там, и все такое. Значит, тут, я думаю, меня зовут товарищи историки, которые вот особенно слева сидят, скажут, что история не знает сослагательного наклания. Ну, что, значит, если бы ДКБ, да могло ли... Мы рассматриваем, что произошло в России, и имеем точные факты, и на эти точные факты мы опираемся. Поэтому говорить о том, что могло бы было бы быть, ну, никакие, как говорится, историки могут сказать, никакие версии нельзя исключить, и вы можете выдвигать сколько угодно версий. А мы должны говорить о том, что произошло, и что нам делать надо в этой ситуации. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос немножко в продолжении предыдущего вопроса. Михаил Васильевич упомянул о коммунистических идеях, которые точно востребованы среди молодого поколения, среднего поколения, ну, естественно, старшего. Но на такую роль КПРФ во главе с Юганом не совсем годится, ну, по формальным признакам да, но нет. Поэтому спасибо вот Дмитрию Пучкову за его ресурс, который в целом стал притяжением людей для людей, которые тяготеют коммунистическим идеям и находят отклик в интервью и в материалах, которые размещены на этом ресурсе. Соответственно, хотел бы узнать, что вообще происходит на политической арене в коммунистической сфере на территории Российской Федерации. Просто вы говорили об этом, но я не до конца понял. Значит, это достаточно очевидно, скажем. На сегодняшний день партия, которую можно было бы назвать партией рабочего класса, и то в становлении является рабочей партией России. РКРП постепенно позиции свои сдаёт, она переливается в Родфронт. Родфронт уже сделал программу, в которой всё за всё светло и против всего плохого, там уже ничего особенно коммунистического и нету. Если вы возьмёте КПРФ, это хрущёвцы, которые остались с этой идеей народного государства, умирающая, так сказать, та часть КПСС, которая, как только начались события, они все попрятались. Вот в то время, когда мы создавали движение коммунистической инициативы, они быстренько создали социалистическую партию трудящихся во главе с подставной фигурой Вартазаровой. А все остальные попрятались и ждали решения Конституционного суда. Разрешат коммунистическую деятельность, если не разрешат? Нас тоже пугали, говорили, вот, там на столе у Ельцина лежит указ о запрещении всякой коммунистической деятельности. Я говорю, ну положите туда на стол проект указа о разрешении всякой коммунистической деятельности. Мы созвали съезд, и в 91-м году, в ноябре, зарегистрировали в Министерстве юстиции Российскую коммунистическую рабочую партию. Поэтому не надо себя больше запугивать, чем нас запугали. Никто за коммунистические идеи у нас не преследовал никого, и сейчас не преследует. А вот что касается КПРФ, они сами от этих идей как отошли, так они к ним и не вернулись. Поэтому эта партия, в общем, мелкобуржуазная, то есть наш союзник. Как вот большевики относились к мелкобуржуазею, что это вот крестьянство. Оно с колебаниями, туда-сюда. Они очень часто делают хорошие вещи. Например, КПРФ поддержала наш проект Трудового кодекса. И вот в книге «Спасибо» написано КПРФ. КПРФ, между прочим, и в ряде других случаев занимается правильную позицию. Вот они правильно же выступили против проекта пенсионной реформы? А сами чего не внесли-то проект, если вы коммунисты? И у вас столько депутатов. Каждый депутат имеет право законодательной инициативы. Ну, внесите. Проект, где было бы написано, что сокращается время выхода на пенсию, они удлиняются. И пенсия увеличивается в полтора раза. Кто мешал им уносить? Каждый мог внести. Ни фракса не внесла, никто. Что там тогда сидеть в этой самой Думе и изображать? Между прочим, и другие, которые буржуазные партии, такие как «Справедливая Россия», «СССР» и лидер ЛДПР там сжег просто все в Думе. Ну, только что ж ты не внес другой проект? Кстати, и президент мог бы внести другой проект, а он только поправки выносил к тому проекту, который внесло по существу. Кто внес-то? Исаев от имени правительственный проект вносил Исаев, заместитель Шмакова. То есть, можно сказать, что и профсоюзы официальные ФНПРовские предали рабочий класс. Вот оно предательство, когда вдруг вносят такой законопроект. Так что, что касается вот так называемых «левых», вот я уже сколько раз говорил, и могу еще раз сказать, что левый, который против диктатуры Петриата, он правый. Он враг коммунизма. И это… А последние публикации, вот в том числе в газете «Завтра», в недавней, говорят о том, что этих так называемых «левых» подкармливают из-за рубежа. Ходорковский и другие всякие организации, в том числе напрямую связанные с департаментом. Поэтому, когда говорят «левые», надо разбираться, что это за «левые» такие. И что это за «левые» такие, которые на самом деле против главного марксизма. Спасибо. Давайте предоставим даме слово. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я сегодня попала сюда чисто случайно, зашла полистать книги и услышала, что будет презентация Дмитрия Юрьевича Пучкова-Гоблина. У меня глаза округлились, я сюда побежала. И хочу сказать, что, возможно, я не очень политически грамотна, как Михаил Васильевич сказал верно, но я начинала смотреть канал «Гоблина» с Павла Перца и увлеклась народовольцами. Потом присоединился Егор Яковлев, Клим Жуков. И я очень искренне рада вас видеть. И, к сожалению, мои бабушки и дедушки, мамы нет уже живых, они все были коммунистами и оставались, придерживались этих взглядов всегда до конца своей жизни. Ну вот сейчас бы, слушая ваш канал, и я очень искренне увлечена этими идеями и ленинизма, и марксизма, я бы задала им какой вопрос. Почему, как они так безропотно, вот в 90-е годы, как-то вот это все, ну, без борьбы это прошло со стороны людей, которые искренне верили в партию, в Советский Союз. И, знаете, у меня такое впечатление, что что-то было упущено в сфере образования, потому что старшее поколение, ну вот с Егором мы почти ровесники, но вот как-то от людей старшего поколения всегда слышала, вот кто высшее образование получал, что вот изучали в институтах марксизм, ленинизм, и что-то было какая-то нудятина, это было очень скучно и как-то неинтересно, что произошло, почему люди, когда им столько про это всего говорили, они не бились за это до последнего, когда это теряли. Ну, я думаю, что надо учесть одно обстоятельство, что вот я говорил о достижениях, так сказать, которые были в первые 50 лет прошлого века, но это сколько потребовало сил и труда от нашего народа, и сколько, между прочим, жизней потеряла наша страна в войне Великой Отечественной, 27 миллионов человек. И я думаю, что вы понимаете, что она потеряла не худших, что в атаку шли самые смелые, самые решительные, самые непокорные, те, которые не стали бы, так сказать, смотреть на начальство и, так сказать, и бояться сказать что-то супротив. Правда? Это во-первых. Во-вторых, надо сказать, что вы правильно заметили, я это вот потом обнаружил тоже, но уже, так сказать, поскольку попал в эту сферу, оказывается. Значит, есть три источника, три составных части марксизма. Они были рассечены на отдельно, так сказать, философию, отдельно политэкономию, отдельно научный коммунизм, и они практически не встречались. Это были разные факультеты, это были разные люди, и все это, так сказать, единое учение, которое, так сказать, представляет собой единый кусок стали, как говорил Ленин, это, так сказать, все было разорвано. Значит, диалектику изучали не по Гегелю. Ну, хорошо, значит, диалектика была ненастоящая. А раз ненастоящая диалектика, значит, люди, которые читали «Капитал», не вполне его понимали. Я могу только подтвердить вот то, что ваше предчувствие таким образом, что я преподавал на экономическом факультете кибернетик, экономическим, политэкономии. Я спросил, кто прочитал хотя бы один том «Капитала». Один человек, один том, сын заведующего кафедры научного коммунизма Аката Калистратовича Белыха. Вот он уровень преподавания. То есть они, а, философию не знали, «Капитал» не читали, скажем, программы, которые были, вот мне попали в руки, я должен был преподавать на матмехе. Со страницы такой, по странице такую. Со страницы такой, по странице такой. Вот сейчас выступал Егор Николаевич, а вы бы его останавливали и сказали, так, это мы пропускаем, вот это слушаем, это пропускаем, это слушаем, это пропускаем. И потом, что мы поняли тогда из этого выступления? Вот что творят. А тут находятся всякие, вот нам и рассказал Егор Николаевич, люди, которые, так сказать, все эти извилины используют и начинают поворачивать все в своем духе. И что остается от научного коммунизма без философии и политэкономии? Да это пустой разговор. Пустой разговор. И вот начали люди придумывать развитой социализм. Это теория, концепция, с которой умерла КПСС. Давайте не забудем. Зрелый социализм обеспечивает широчайшие возможности для полного раскрытия способностей каждого гражданина. Совершенствование развитого социализма, а именно так мы можем определить главные содержания деятельности партии и народа на современном этапе. Это вообще гимн безграмотности наших обществоведов. Причем она захватила, ну можно сказать, всех. Хотя, ну кто не знает, что социализм – это низшая фаза коммунизма. Ни развитый, ни зрелый, ни спелый коммунизм. Нет. Развитой социализм, которому соответствует общенародное государство. И вот это на самом деле ревизия марксизма и полный от него отказ. Более того, я хочу сказать, что трудящиеся наши, они могут воевать, могут большие трудности выдерживать, они не научились бороться с негодяями. Вот нахалами они не умеют бороться. А нужно их останавливать. Нужно их называть, вот я согласен, надо называть их своими. Ну вы же и назвали, вам же дали возможность назвать. Вас подготовили, дали микрофон, вы сказали, мы записали, все будет хорошо. Ну это же как в футболе. Так что у нас все тут продумано. Так вот, я хочу сказать, что трудящиеся вот с жуликами, с студияцами, с обманщиками не научились. Надо понять. Понять и усвоить то, что не преподавали, а то, что писал Ленин, что тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Я, когда первый раз прочитал, обиделся. Думаю, ну что-то, вот я читаю, изучаю, я верю, ну как вот я ему не поверю. Да? Ну как это, с чего бы это? Читаю дальше. Тот, кто в экономике и политике верит на слово, тот круглый идиот. Ну вот надо что, зарубить себе на носу всем. Нельзя, надо все проверять. Все проверять по фактам. Обманывают на каждом шагу. Все время врут. Вот сейчас все время постоянно врут. Из экранов врут и в печати и так далее. И мы должны ловить. И должны ловить не только историки, скажем, здесь собравшиеся там представители народа. Ну и народ должен ловить за руку и ставить на место. Если народ этому не научится, никакой другой власти не получится. Потому что если мы будем повторять эти обманные вещи и транслировать то, что говорят жулики, и наши грабители, и богатые капиталисты, ну я думаю, тогда мы ничего не добьемся. Поэтому вот это надо исправить. Это беда русского народа. У него тут есть доверие. Вот он слишком доверчив. Не надо доверять жуликам. А злоупотребление доверием называется мошенничество. Соответствующая статья Уголовного кодекса. Мошенников надо сажать в тюрьму. Ольга, вы затронули очень интересную тему. Она может стать предметом большой и плодотворной дискуссии. Я пару мыслей хотел бы тоже вбросить сейчас. Мне кажется, важны три момента очень. Вот в объяснении того, что никто не выразил какого-то внешнего протеста. Массово. Первый момент, о котором я хотел бы сказать, это то, что разрушение Советского Союза происходило сверху. То есть первыми переродились лидеры, которые основной массой населения воспринимались как лучшие люди. Ну как Александр Яковлев, вот мой однофамилец, человек, который возглавлял в ЦК КПСС идеологию, мог оказаться предателем. Это же честнейший человек, вроде бы, ветеран Великой Отечественной войны, был ранен, авторитетный, сделал такую карьеру, выступает по телевизору, говорит вроде правильные вещи, выступает за все хорошее. Как он может врать, как это может привести к развалу? А тем не менее, вот именно он, Шеварнадзе и, собственно, Михаил Сергеевич Горбачев, они этот процесс возглавляли и им методично руководили. При этом советский человек был приучен верить печатному и публично высказанному в телевизоре слову. Каналов было немного, газет тоже было не особо много, все читали и не могли не верить, потому что вроде вот эти лучшие люди начали писать о том, что на самом-то деле все не так. Причем это было постепенно. Там же, вот если вы знакомы с известным интервью Александра Яковлеву, где он расскажет, что сначала мы решили ударить Лениным по Сталину, потом в случае успеха Плехановым по Ленину, а потом уже можно было окончательно все демонтировать, и вот у нас буржуазная демократия. То есть это был целенаправленный план, придуманный план, очень постепенно реализованный. То есть сначала дискредитировали Сталина, потом уже подвергли сомнению Ленина и постепенно все демонтировали, раскрутили. Это первый момент. Советский человек этому верил, потому что об этом стали говорить по центральным каналам, к которым они верить привыкли. Причем ситуация, конечно, постепенно приобретала черты маразма. Вот у меня был такой опыт, я не знаю, зрители, наверное, помнят, программу Сергея Шолохова, в которой Сергей Курехин рассказал, что Ленин грипп. Помните? Да. Вот. Значит, я в свое время брал интервью у супруги Курехина Анастасии. И она мне рассказала, как он эту программу вообще придумал. Это очень любопытная история, потому что по существу эта история, которая повлияла на развал Советского Союза, была шуткой. Курехин смотрел программу по одному из центральных каналов про Есенина. И там диктор говорил, посмотрите на лицо мертвого Есенина. Разве может быть такое лицо у человека, который умер своей смертью, его точно убили чекисты. Вот. Слушайте, ну если вот так вот подавать, то так можно впарить все, что угодно. А давайте я скажу, что Ленин грипп. И вот он это придумал, пришел к Шолохову, они это все как-то, значит, оформили и выпустили программу, что Ленин грипп. Типа пошутили. Вот. В результате через несколько дней там в местные партийные ячейки пошли письма от людей старшего возраста с вопросом к партийным организациям сообщить, правда ли, что Ленин был грибом. Вот. То есть это, ну нам сейчас с вами кажется смешно, но на самом деле это был слом сознания целого поколения. Вот. И никакого противоядия против этого не было, потому что не было каналов обратной связи. То есть вот сейчас кто-нибудь выступит, мы с Дмитрием Юрьевичем ролик запишем и мозги прочистим. Вот. А тогда такого не было. Ты вот, одна была статья, да, знаменитая, не могу поступиться принципами, и та вызвала истерику у Михаила Сергеевича Горбачева. Вот. Значит, это первый момент. Второй момент, о котором необходимо сказать, это, конечно, абсолютная неспособность идеологических органов партии и государства соответствовать духу времени. То есть идеология оставалась на уровне штампов, на уровне 30-х, 40-х, там может быть 50-х годов. Совершенно не использовались современные технологические средства. Советский Союз пропустил такое явление, как блокбастер, например. Ну, я не знаю, там может по пальцам пересчитать высокотехнологичные фильмы, которые выходили там в 70-е, 80-е годы. А это на самом деле уникальное средство пропаганды. Вот вы смотрите этот среднестатистический американский боевик, да, вот вроде там все стреляет, взрывается, но тем не менее этот фильм так и сподвольт транслирует правильные принципы, которые соответствуют видению американского государства и правительства. В Советском Союзе все это оставалось, к сожалению, вот уже в последние годы. То есть если мы берем там киноискусство 30-х годов, Александр Гневский – это мировой киношедевр, абсолютный, как бы абсолютно, который значительно возвышается над многим из того, что было создано там в США, в Европе в эти годы. Вот, в 80-е годы таких фильмов нет уже. Значит, это вот второй момент. И третий момент, который, мне кажется, важным, это то, что хотя Советский Союз был обществом просвещения, технологичным обществом, обществом знания, да, тем не менее, все-таки основную массу населения нашей страны составляли крестьяне и потомки крестьян, там, крестьяне в первом и втором поколении. Очень много крестьянских предрассудков еще не было изжито, не было преодолено вот этой системой всеобщего образования и просвещения. И поэтому оказалось достаточно всего лишь нескольких лет идеологической обработки по телевизору, появления Кашпировских, Чумаков, там, современной битвы экстрасенсов, для того, чтобы вернуть в жизни огромных масс народов все эти суеверия и таким образом, как бы, демонтировать общество знания в сознании народа. Вот. Вот этого оказалось достаточно. То есть, 70 лет просвещения для этого было, для того, чтобы с этим покончить, для того, чтобы выработать критическое мышление, было мало. Вот. Вот эти причины, которые я... Ну, да, ну, и вот я ко второму пункту вернусь, это тоже очень важно, с молодежью не работали вообще нифига, просто абсолютно. То есть, с молодежью надо работать, молодежь должно быть интересна. Вот. А вы правильно говорите, что нудятина и все такое, как бы, воспринималось это как обеззаловка, как нудятина, как то, во что уже вообще никто не верит, абсолютно неинтересно, а то можно только зазубрить. Вот. — С тем, что видели, ну, временной жизни. — Да, новые формы, новые формы для пропаганды правильных вещей не использовались абсолютно. Вот. И наоборот торжествовала такая архайка, архайка. То есть, от всего нового открещивались там с запада, даже передовое, то, что могло быть воспринято как прогрессивное и пролетарское, оно не бралось, оно отвергалось только потому, что оно вот с запада. Это нехорошо. Надо присматриваться лучше, брать и использовать в своих интересах. Так поступали Ленин и Сталин. Вот. Вот так бы я обозначил. — Спасибо большое. У нас, к сожалению, последний вопрос. Вот молодой человек уже давно поднимал руку, поэтому давайте мы ему микрофончик передадим. — Здравствуйте. Ну, во-первых, хочется поблагодарить авторов книги Михаила Алексеевича Попова, Дмитрия Павловича, товарища Дементья с почином, так сказать. Отдельно хочется сказать спасибо большое Дмитрию Ильичу Пучкову за то, что он стал, можно сказать, информационным локомотивом, так сказать, благодаря чему многие редкие интересные материалы находят, наконец, широкого читателя, зрителя, слушателя. Михаил Алексеевич, вот вопрос к вам. Я часто бываю в Твиттере, и вот вас там хорошо знают, уважают. У меня есть просто там несколько товарищей, которые находятся в других городах сейчас и не могут присутствовать, но вот они передали вопросы вам, и если вы позволите, я, так сказать, их озвучу. — Давайте один вопрос. — Один? — Хорошо. — Один. Вопрос про агитацию от Рената Дашкина. Как и за счет чего быстрее, эффективнее увеличивать число сторонников среди рабочих, ну, имеется в виду сторонников социализма, социалистических идей, среди рабочих и отдельно военных и представителей МВД? — Я думаю, что мы должны помнить, за счет чего происходит революция. За счет того, что в рамках старого строя господствующий класс сам прежде всего этому способствует. Ну, кто организовал рабочий класс, кто его сплотил на фабриках, заводах, кто его бросил, так сказать, в нищету, обездолил, кто его революционизировал? Ну, прежде всего, буржуазии. Поэтому мы должны, так сказать, исторически смотреть на этот вопрос и говорить о том, что, вот скажем, мама коммунизма — это капитализм. Я думаю, что то, что сейчас происходит, гораздо больше революционизирует народ, чем вот то, что мы здесь говорим и, так сказать, собираем. Это очень важно, очень нужно. Но надо сказать, что, ну, большего действия оказать, на, скажем, вот в этом смысле реформа, мы долго бы объясняли, что не то собираются, не то готовят, не то планируют. Вот раз вот такую реформу сделали, и всем стало понятно. У каждого отняли 840 тысяч рублей. Причем у кого отняли? У молодых. У нас они отняли. А у вас отняли. 840 тысяч. Что тут непонятного? Ну, это такая власть, которая отнимает у вас почти миллион с гарантией. Если проживете, а если вы еще к тому времени будете живыми. Поэтому вот первый вопрос. А второй вопрос — это вопрос о том, что надо не действовать так, как действовали в феодальное время. Потому что наши товарищи трудящие сейчас не на уровне капитализма находятся. Это кажется, что мы вернулись в капитализм. У нас большинство трудящихся вернулось в феодализм. Вот им не платят зарплату. Месяц не платят, второй не платят, третий. Ну, по меркам, так сказать, феодализма это нормально. Если у меня есть хозяин-барин, он отец мой родной, а если я не буду работать, меня будут бить плетьми. Вы почему работаете? Почему вы выходите на работу, не приостанавливаете в соответствии с буржуазными законами, там 142-я статья Трудового кодекса, до выплаты зарплаты? Нет, работают, метростроивцы три месяца работали без зарплаты. До сих пор мы еще не выплатили. И все, с задержкой продолжают за декабрь выплачивать. А уже март, а они за декабрь получают. И торопятся подписать, что у нас нет уже никаких споров. В Москве целая фабрика кондитерская. Три месяца работали за бесплатно. Ну, почему вы работаете за бесплатно? То есть, если товарищи или, скажем, вам предлагают сверхурочные работы. Два человека согласились по 4 часа на сверхурочную работу. Это что значит? Они уволили третьего. Ну, потому что 4 плюс 4 – это 8 часов. Это полная смена третьего человека. Наши товарищи трудящиеся сами способствуют ухудшению своего положения. К сожалению. Поэтому не надо обращать весь взор только на, так сказать, буржуазиев, капиталистов и так далее, так сказать, толсосумов. Ну, так а что вы им потворствуете? Постоянно потворствуют. Поэтому работать надо прежде всего с рабочим классом. Иначе никакой другой власти не будет, кроме той, которая есть. Вот что я бы ответил. Спасибо большое. У нас, к сожалению, вышло время для того, чтобы продолжать дальше вопросы задавать. Их, я думаю, еще скопилось большое количество. Тем не менее, сегодня здесь в гостях находятся люди, которые презентовали книгу под названием «Святые 90-е». Давайте еще раз поблагодарим всех. Дмитрий Пучков, Егор Яковлев, Михаил Попов, Дмитрий Павлович. Мы переходим к самой трепетной части сегодняшнего вечера, которая называется «Автограф-сессия». Спасибо большое всем, кто сегодня присутствовал на встрече.